Артём Потёмин Мы получили почти 4,5 миллиарда билетов, то есть в среднем летал каждый второй, а некоторые и не раз. В нашей стране объёмы тоже растут. За шесть месяцев 2019-го услугами российских перевозчиков воспользовались более 57 миллионов человек. Люди стали летать чаще, а значит, компаниям потребуется больше лайнеров, которые, с одной стороны, будут экономичными, а с другой, что главное для нас с вами, безопасными и комфортными. На МС-21 из Москвы можно будет долететь в любую точку Европы или, если смотреть на карту нашей страны, то, например, в Иркутск. Время в пути составит более пяти часов. Конечно, хотелось бы провести их приятно и, по возможности, полезно. Скажем, поспать. Физюляж у этого лайнера самый широкий в своём классе. Сейчас испытания проходит самолёт уже с полноценным салоном. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Большинство из нас, в том числе и я, обычно летают эконом-классом, но раз уж мы здесь, давайте присядем. В бизнес-классе под сиденьем можно положить ещё один чемодан, а в креслах регулируется не только отклонение спинки, но и подголовник. Ну, что сказать? Удобно? Лично я не очень люблю сдавать чемоданы в багаж, ведь потом их приходится ждать после посадки. Если путешествие предстоит небольшое, то всегда удобнее взять весь свой скарб в салон. Но, к сожалению, такой логикой руководствуюсь не только я. И места на полках зачастую хватает не всем. Давайте посмотрим, сколько чемоданов плезет на эту полку. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять и... Шесть. Ну что, очень неплохо. Кстати, при такой конструкции, даже если ваш сосед неплотно закроет полку, то багаж всё равно не упадёт вам на голову. А вот если бы они открывались вверх, могло бы и не повезти. На что, в первую очередь, мы обращаем внимание, собираясь отправиться в путешествие? Конечно, на цену билетов. Продвинутые пассажиры стараются ещё и место заранее выбрать, ведь перелёты бывают долгими. И если вы всё время будете думать лишь о том, как усесться поудобней, вряд ли потом вспомните свой вояж добрым словом. Я вообще предпочитаю сидеть у окна. Можно взять подушку, облокотиться на стенку, немного даже вздремнуть. Но вообще, даже мне, не самому высокому человеку, иногда бывает тесновато. А здесь места вполне достаточно. Спинки у этих кресел тоньше обычных, что тоже приятно, ведь в замкнутом пространстве даже сантиметр лишним не будет. Кстати, по статистике, 95% времени на борту пассажиры проводят именно сидя. Ещё одно преимущество места у окна – это, конечно, виды. Здесь иллюминаторы, во-первых, большие, в салон поступает больше естественного света, а во-вторых, спроектировано так, что удобно людям разного роста. Ну, а если за бортом слишком яркое солнце, всегда можно прикрыть шторку. Пожалуй, всем знакома ситуация. Вам нестерпимо захотелось прогуляться до хвоста самолёта, и тут вдруг стюардессы начали разносить напитки. Приходится ждать, пока тележка проедет мимо вас. А теперь внимание! Оп! Не забудьте только сказать соседу, что вам взять в ваше отсутствие – чай или кофе. Согласно авиационным правилам, ширина прохода в самолёте должна быть не менее 38 сантиметров. Остальное – уже варианты. Авиакомпании сами решают, нужен ли им самолёт с более широким проходом или, наоборот, они хотят кресло пошире поставить. А что бы вы выбрали? Напишите нам в комментариях, и мы обязательно передадим, куда следует. И, наконец, так как этот самолёт предназначен всё-таки для испытаний, а не путешествий, то вместо последних рядов здесь установлено измерительное оборудование. Да и сам салон тоже достаточно демократичный. Например, в креслах нет мультимедийных систем и разъёмов для зарядки гаджетов. Ну, а в серийных лайнерах приятных фишек, конечно, добавят. Чем удобнее самолёт, тем он и экономичнее. Широкий проход между кресел позволяет пассажирам быстрее заходить на борт и покидать его после посадки. Да и подготовить лайнер с просторным салоном к следующему вылету можно гораздо быстрее. Ведь время в аэропорту – это деньги, и зачастую немалые. А пассажиры наверняка предпочтут тот лайнер, в котором им было комфортно. Так что, как говорится, приятного полёта. И да, наше путешествие в мир авиации только начинается. Поэтому вы знаете, что нужно делать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и почаще смотрите в небо, ведь иногда в нём пролетают вот такие красавцы. КОНЕЦ